МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рыба на нерест, браконьеры в лодке. Инспекторы природоохраны отмечают небывалый всплеск незаконной ловли. А также проверенное взаимодействие. Стражи дорог России и Беларуси провели совместную отработку. В Гомеле на пешеходном переходе мотоциклист сбил 11-летнюю девочку. Она переходила дорогу и катила рядом велосипед. Наезд произошел 1 мая на улице Богдана Хмельницкого. Со слов очевидцев, скорость спортивного мотоцикла превышала разрешенную на этом участке. Экстренное торможение не помогло. Водитель Хонды сбил девочку-подростка прямо на пешеходном переходе. От удара потерпевшую отбросила примерно на 20 метров. При этом мотоцикл столкнулся со встречным автомобилем, который пропускал пешеходов, и опрокинулся на проезжей части. Примечательно, что за неоднократное нарушение правил дорожного движения водитель мотоцикла год назад был лишен права управления транспортным средством. Инспекторам он объяснил, что не заметил пешехода, хотя наезд произошел в светлое время суток около 17 часов. В результате этого дорожно-транспортного происшествия девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии. Также пострадал сам водитель мотоцикла и его пассажир. На улице Кирова перевернулся автомобиль такси. Проезжая перетечение с улицы Крестьянской, где организовано круговое движение, машине с шашечками не уступил дорогу «Фольксваген», за рулем которого находилась женщина-водитель. Она ударила такси в заднее правое крыло, в результате чего машина перевернулась. К счастью, таксист не пострадал. Испугом отделались также водитель «Фольксвагена» и ее ребенок, который находился на заднем сидении в специальном детском удерживающем устройстве. В связи с периодом нейреста рыбы на территории водоема в Гомельской области резко увеличилось количество любителей незаконной рыбалки. Только за прошедшие выходные природоохранникам поступило около 20 тревожных сообщений. В 20% случаев промысел браконьеров удалось запечатлеть и задержать их на месте преступления с доказательствами нелегального улова. Как раз накануне в Щичерском районе инспекторы поймали крупную рыбу. Браконьера, который привлекался к административной и уголовной ответственности многократно. Несмотря на прошлогоднюю судимость, штрафы за нелегальную рыбалку и обязанности по возмещению вреда, человек, которого природоохранники взяли с поличным, на путь исправления становиться, похоже, не собирался. Рано утром он поставил семь рыболовных сетей и успел поднять первый улов – 50 килограммов речной рыбы. Нарушителя природоохранного законодательства задерживали на берегу. В мешках рыба, в лодке чешуя – доказательство улова. Поскольку общий вред, нанесенный гражданином, превысил 340 базовых величин, на место задержания была вызвана следственно-оперативная группа, вред, причиненный гражданином, составил более 8 тысяч рублей. Как рассказали в инспекции, браконьер, который рыбачил на озере Казенное Чичерского района, давний знакомый. Протоколов от рыбинспекторов он собрал уже целую коллекцию, но так и не угомонил в себе тягу к большой наживе. В прошлом году он получил два года условно. В этом, вероятнее всего, отправится за решетку на три года. Это уже пятый факт совершения им правонарушения с признаками преступления именно в части незаконной добычи рыбы. Ну, это различная рыба, в первую очередь лещ, сейчас начался нерест, поэтому активизировались граждане, которые занимаются незаконной добычей рыбы. Ограничения на ловлю рыбы будут действовать еще две с половиной недели. 18 мая заканчивается срок действия запрета. Однако, судя по сюрпризам погоды, нерест только начался. А значит, и горячая пора для инспекторов охраны животного и растительного мира продолжается. Напомним, меры наказания сегодня довольно жесткие. Штрафы, обязанность по возмещению вреда и уголовное преследование. Очень много случаев незаконного лова рыбы сетями. И так как рыба во время нереста становится легкой добычей, находится на мелководье, в траве, активизировались такие нарушения, как лов рыбы так называемым живодером. То есть, на спиннинг закрепляется груз, обвешивается двойными либо тройными крючками, и рыба якорится за разные части тела. Рыболовым любителям разрешено использование одной удочки, оснащенной одним крючком, либо одного спиннинга, оснащенного одним одинарным, либо одним двойным, либо одним тройным крючком. С использованием искусственной наживки с берега в светлое время суток. Все остальное в настоящее время запрещено. В рамках акции по взаимодействию ГИБДД Брянской области России и Управлении ГАИ УВД Гумельского облсполкома стражи дорог двух государств провели отработку 500-километрового участка дороги от Брянска до границы Брестской и Гумельской областей. Такая совместная работа уже второй десяток лет является примером партнерства и доверия. Пресечь нарушение скоростного режима сотрудникам ГАИ и ГИБДД помогали приборы видеофиксации «Бинар» и «Визир». Ответственность за проверку видеоизменений идентификационных номеров транспортных средств легла на плечи интеллектуала Зоркова. А успешно провести осмотр скрытых мест и тайников в фурах и легковушках миссия, выпавшая на долю ультрасовременного прибора «Регул-3004-Пост». Также к отработке дороги были привлечены и мобильные датчики контроля скорости, которые были установлены в Добружском, Гомельском и Калинковичском районах Гомельщины. Несомненно, проведение данных мероприятий способствует улучшению установки в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и правопорядка на приграничии наших государств. В этот раз к совместной отработке подключились и сотрудники уголовного розыска двух государств. В целях взаимодействия личного состава служб и приграничных подразделений органов внутренних дел Гомельщины и Брянщины прошла совместная тактика специальное учение по розыску и задержанию угнанного автотранспорта под названием «Перехват». По сценарию данного учения условный нарушитель на похищенном автомобиле с российскими регистрационными номерами попытался скрыться на территории переграничных районов Гомельской области. Аналогичная ситуация развернулась и в соседнем Брянске. Это мероприятие, в первую очередь, направлено на учебное мероприятие. В первую очередь, направлено, чтобы сотрудники бдительно несли службу и контролировали движение не только выявления нарушения правил движения, но и, конечно же, угнанный и похищенный транспорт как на сопредельной территории Российской Федерации, так и на сопредельной территории Республики Беларусь. В результате проведенных рейдовых мероприятий сотрудниками госавтоинспекции Гомельской области было выявлено и пресечено 127 нарушений правил дорожного движения. Один водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Мобильными датчиками контроля скорости было зафиксировано 155 фактов превышения скоростного режима. Также на приграничной территории сотрудниками «Молнии» в районе деревни Хорошевка Добрыжского района был задержан автомобиль «Мерседес Спринтер» под управлением 40-летнего гомельчанина, который перевозил полторы тонны черного и 400 килограммов цветного металла без сопроводительных документов. Для дальнейших разбирательств водитель и груз доставлены в Добрыжский РУВД. Она искала себе работу по уборке квартир через объявление. Втиралось доверие, потом обворовывала хозяев. Гомельским городским отделом Следственного комитета окончено расследование уголовного дела по факту воровства денег и драгоценностей у доверчивых жителей областного центра. Постоянная работа с утра до вечера у деловых людей нередко не оставляет времени на уборку собственного жилища. Перекладывать домашние хлопоты в такой ситуации приходится на чужих людей, наняв домработницу. Однако не всегда цель оправдывает средства. Желающая прибраться за определенную плату в чужой квартире нашлась быстро. Женщина по договоренности в назначенное время приходила к хозяевам квартир, подметала полы, мыла посуду и выполняла другую работу по наведению порядка. Я начал ей доверять, мне понравилась эта девушка такая вроде общительная и скромная. Показалось, двое детей, я ничего плохого не мог подумать про нее, поэтому доверял ей ключи, так как был занят, ходил на работу и оставлял ее дома одну убирать. Писал ей задания, показывал, что нужно делать. Как-то я вернулся не вовремя, мне нужно было что-то забыл дома и увидел, что из холодильника вытащены с морозильной камеры продукты, которые, ну, самые деликатесные, которые там находились. Это касается мидии, приветки и так прочее. У меня сразу какое-то подозрение, но мне еще, я в принципе не мог поверить, что-то плохое подумать. Я подумал, что она, может быть, хотела что-то, какой-то сюрприз сделать сразу, приготовить, но это оказалось не так. Я положил, сделал вид, что этого не заметил. Потом, через какое-то, через несколько месяцев я обнаружил пропажу денег, долларов США. Это было две купюры, 20 и 50 долларов. Они находились не отдельно, они находились вместе в некоторой стопке денег, которые были. Но я обнаружил, так как недавно их туда ложил. Мужчина до конца не мог поверить, что в дом пустил воровку. Но когда стали пропадать ювелирные изделия из золота, мужчина высказал свои претензии. Девушка не отрицала, что видела их, но объяснила отсутствие драгоценностей тем, что шкатулку, в которой они лежали, при уборке она нечаянно выронила. И, возможно, цепочка с кольцом где-нибудь лежат на полу или под шкафом. Через некоторое время в квартире раздался телефонный звонок. Мужчину пригласили в следственный комитет. К удивлению, до себя он выяснил, что скромная девушка обворовывала не только его одного. В принципе, всех потерпевших изначально устраивала ее работа. Она приходила раз в неделю, работала несколько часов. И бывало, что потерпевшие оставляли ей ключ, либо дверь квартиры закрывалась на замок автоматически. После ее ухода потерпевшие изначально не находили, что у них пропали какие-то вещи, не обнаружили пропажу. Но в какой-то из моментов одна из потерпевших стала замечать, что у нее пропадали денежные средства, валюта. Однако изначально она не придавала этому значения. Но когда сумма стала значительно уменьшаться, она стала подозревать данную домработницу. И в последний раз она положила, скажем так, наживку, ей в сумме 100 долларов США и ушла по своим делам, пояснив, что она вернется через несколько часов. Естественно, когда она вернулась, она заглянула в этот шкаф, где находились эти деньги, и денег там она не обнаружила. Но в это время домработница находилась еще у нее по месту жительства. Когда потерпевшая вышла в другую комнату разговаривать по телефону, наша домработница прикрыла за ней дверь. И, воспользуясь тем, что потерпевшая отсутствует в коридоре, с сумки потерпевшая похитила мобильный телефон, а также еще 200 долларов США. Домработницу задержали по горячим следам. При личном досмотре у нее обнаружили украденные мобильный телефон и деньги. В ходе следствия девушка пояснила, что на добытые нечестным путем деньги, а это почти 7 тысяч рублей, она кормила и одевала детей, покупала им игрушки, водила их в детские развлекательные центры. Муж у нее безработный, имеющий судимость за употребление, хранение и распространение наркотических средств. У гражданки предъявлено обвинение по статье 205, часть 1, часть 2 и часть 3. Максимальный срок наказания предусматривает до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без конфискации имущества. В настоящее время дело направлено в суд. Вслед за своими коллегами, будущими юристами из университета имени Франциска Скорины, студенты факультета экономики и права Международного университета МИЦО приняли участие в учебно-практическом сборе, организованном Следственным комитетом Республики Беларусь в Мозыре. Наши корреспонденты не упустили возможность и также прикоснулись к тайным следствиям. На территории Мозырского горнолыжного комплекса с самого утра было довольно многолюдно. В этот день сотрудниками Следственного комитета был проведен учебно-практический сбор по организации работы на осмотрах мест происшествий при совершении особо опасных, тяжких, многоэпизодных преступлений. Организаторами, сотрудниками криминалистических отделов Центрального и областного аппарата СК был смоделирован обширный ряд различных видов происшествий, вплоть до скрытого убийства с имитацией повешения или взрыва неустановленного взрывного устройства. Большой опыт для меня, также для наших студентов нашего университета, которые присутствовали сегодня на этом мероприятии. Мы подчерпнули много из работы следователей. Мы применили наши теоретические знания на практике, сами составили протокол. Надеюсь, что и в дальнейшем Следственный комитет будет приглашать нас на подобного рода мероприятия. На протяжении нескольких часов как специалисты, так и студенты работали на местах смоделированных преступлений, осуществляли сбор информации и оперативный анализ вещественных доказательств, определяли путь движения и замысел предполагаемых преступников. Отработка учебных мест проходила по всем законам жанра. Применялся обширный спектр возможных средств обнаружения, фиксации вещественных доказательств. Наши сотрудники должны быть готовы для различного развития ситуации и профессионально выполнять свои обязанности на местах происшествия и при расследовании уголовных дел. По окончании учебного сбора был создан анализ проведенных действий, который показал хорошую подготовленность, слаженность и профессиональную находчивость мозырских следователей и экспертов в сложных ситуациях. И это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Будьте в курсе происшествий Гомельского региона вместе с программой «Де-факто» и берегите тех, кто вам дорог. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин